19 июля свой день рождения отмечает один из величайших русских творцов 20 века – советский поэт и драматург Владимир Маяковский. Сегодня герою нашего рассказа исполняется 131 год. Но в этой истории мы коснемся не самой очевидной части жизни и творчества Маяковского, ведь поэт стал автором не только замечательных литературных сочинений, но и весьма интересных рекламных плакатов. В сегодняшнем видео я расскажу об этой стороне жизни Маяковского, о его влиянии на сферу рекламы и о людях, с которыми поэт сотрудничал на этом этапе жизненного пути. Но перед тем, как я продолжу говорить об одном из первых и самых известных копирайтеров 1920-х годов, обязательно подпишитесь на этот канал и поставьте лайк за наши старания. А еще нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Вам не сложно, а нам очень приятно. Столетия назад в Западной Европе и США реклама развивалась крайне стремительно и активно, а вот в Советском Союзе она только зарождалась. В СССР острая экономическая необходимость в рекламе отсутствовала, потому что монополия государственных предприятий на производство товаров не предполагала борьбы между конкурентами. Советская реклама существенно отличалась от западной, ее основной задачей была агитация и пропаганда. Идея о том, что советские товары самые-самые лучшие, не прекращаясь, продвигалась в массы. Владимир Маяковский был автором политической, коммерческой и социальной рекламы. В 1919-1921 годах, то есть период Гражданской войны, он работал в окнах Сатиры Роста, плакатном отделе Российского телеграфного агентства. Основной задачей сатирических плакатов было вы смеете уничтожить врагов и поддержать советскую власть плюс электрификацию всей страны. Первые плакаты сотрудники создавали вручную, а затем облегчили свою работу, просто начали использовать трафареты. С января по май 1921 года Маяковский вел специальную записную книжку, которая так и называется «Записная книжка Маяковского номер 8». Именно в этой книжке и отразилась работа поэта над подписями к 12 плакатам из серии «Окна главполитпросвета». Например, «Смотри, эй, уралец, без помощи твоего рудника не победить разруху никак». И «Эй, товарищи, за труд». В статье, которая называется «Как делать стихи», Маяковский говорил об этой записной книжке так. «Об этой книжке пишут обычно только после писательской смерти. Она годами валяется в мусоре. Она печатается посмертно и после законченных вещей. Но для писателя эта книжка – все». Так и получилось, потому что некоторые из плакатов, которые освещали такие важные социально-экономические темы, не сохранились. В итоге записная книжка стала очень важным источником, открывающим секреты принципов работы Маяковского над плакатными подписями. Сейчас книжка хранится в Государственном музее Маяковского на Лубянке. С осени 1919 по январь 1922 года Маяковский готовил подписи и рисовал плакаты, которые выпускало сначала Российское телеграфное агентство, а потом Главное управление политико-просветительных учений наркомпроса РСФСР. Ну, тот самый главполитпросвет. Конечно же, над серией «Окон» Маяковский работал не один. Помимо него над плакатами трудились много творцов, в числе которых, кстати, был его сожитель Осип Брик. Темы «Окон» были очень разнообразны. Материал для них авторы брали из сводок «Телеграмм», которые получали в Российском телеграфном агентстве, постановлении партии и правительства, а еще из календарных дат революционных годовщин или праздников. Плакатисты не получали от руководства каких-то конкретных заданий. Они были настолько увлечены работой, что сами понимали, когда и что нужно было сделать. В итоге плакатов получалось очень-очень много, события стремительно сменялись одно другим, поэтому каждый из них требовал от художников сиюминутного отклика. Работа над плакатами казалась Маяковскому очень увлекательной. Если бы вы могли увидеть его со стороны, вас бы поразила неимоверная работоспособность поэта в таком, на первый взгляд, неочевидном и неблизком для него деле. Маяковский мог придумать чуть ли не 50 плакатов за ночь. Именно ему принадлежит авторство большинства лозунгов для «Окон». Иногда в создании плакатов ему помогала Лиля Брик. Он писал тексты и рисовал, а она раскрашивала. Часть плакатов тематически связана. Окна, созданные в весенний месяц, скорее всего были записаны в книжку Маяковским во время поезда к поэту на электричке на дачу в поселке Пушкино и на работу в российское телеграфное агентство. Для экономии времени Маяковский прямо в дороге записывал новые подписи к плакатам в блокнор. По всю той же записной книжке номер 8 можно установить порядок работы Маяковского над текстом для окон. А что, на них разве нельзя посмотреть? Увы, но нет. Ни окна глав политпросвета, ни фотографии плаката, обращенного к шахтерам под названием «А вот нарисованные на этой картинке» не сохранились. Зато многое становится понятным по подписям к ним. Например, как раз к последнему плакату в записной книжке представлены две нумерации. Первая от 1 до 4 записана, как и весь текст карандашом, а вот вторая, позднейшая, чернилами от 1 до 11. На базе этих пометок даже существует теория о том, что изначально Маяковский написал этот текст для четырехрисуночного плаката, а уже потом раздробил первоначальную задумку на более мелкие части. В 1925 году Владимир Маяковский работал над плакатами вместе с живописцем Александром Родченко. Совместное творчество принесло поэту серебряную миндаль на международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже. Всем кланяюсь, если кто будет писать, зря адреса не давай, а то будут писать глупости. Маяковскому дай скажи, что выставка 15 мая, писал Родченко жене из Парижа, куда он заранее приехал оформлять советский павильон для выставки. Кстати, Родченко и Маяковский стали создателями прообраза рекламного агентства. Их юридически неоформленное бюро называлось реклам-конструкторы. Творцы вместе разработали уникальную для своего времени систему работы над плакатами. Поэт Маяковский обходил рекламодателей, собирал заказы и придумывал рекламные слоганы, а Родченко воплощал все, что подготовил Маяковский красками на бумаге. В одной из записок поэт пишет художнику «Милый Родченко, сдач пишется без мягкого знака, а аккуратный 2К. Исправь, пожалуйста». В. Маяковский. Часам к девяти зайду. Одна из наиболее ярких страниц поэтической и гражданской биографии Владимира Маяковского – это борьба за санитарное просвещение и организацию оздоровительных мероприятий в стране. Так Маяковский хотел обратить внимание общественности на проблемы, казавшиеся ему особенно актуальными. К этим темам поэт-плакатист обращался еще в годы гражданской войны. К борьбе с тифозной вошью, дизентерии и холерии призывали еще окна сатиры российского телеграфного агентства, а затем и окна главполитпросвета, над которыми ранее работал поэт. Тема санитарного просвещения и борьбы с бескультурой займет особенное место в агитлубках Маяковского, обращенных к крестьянам. Кстати, в той или иной мере эта тема присутствовала и в его поэзии. Во второй половине 1929 года по заказу Госмедиздата Маяковский написал 35 текстов для лозунгов и рекламных плакатов. Часть из них была выпущена в 1930 году тем же издательством в серии «Личная гигиена» с рисунками Лебедева, а остальные вышли почти в то же время с рисунками художников Денисовского и Ложкина. После революционной кампании ликвидации неграмотности среди граждан столкнулась неожиданной проблемой. В стране не хватало ручек. И что вы думаете? Владимир Маяковский, который всегда имел при себе записанную книжку и карандаш, а еще собрал небольшую коллекцию ручек Паркер, сделал масштабную рекламу государственного Мосполиграфа. Это и правда помогло. Все стали скупать точно такие же карандаши и ручки, какие были у любимого всеми поэта. Спасибо за просмотр нашего ролика. Надеюсь, что благодаря моему рассказу вы узнали много нового интересного и о Владимире Маяковском. Не забудьте подписаться на наш канал и оставить для нас комментарии в несколько строк. Это очень мотивирует нашу команду. До встречи в следующем видео!